Привет, меня зовут Сымар, и я в Камбодже, и я не так представлял соберевшую лицу совсем не так. На самом деле я не так себе представлял всю страну. В интернете про Камбоджу чаще всего пишут, что это бедная страна, в ней много попрошаек, очень грязно, и в принципе довольно трэшовенько. Действительно, приграничная зона унылая, там грязненькие поля, бедные деревни, но когда мы подъехали к Пнампению, я понял, что возможно Камбоджа не такая уж и дикая страна. Но нет, без шок контента не обойдется. Например, вот это жареные жуки. Да, камбоджийцы реально едят жареных жуков. Давненько я не устраивал рум-туров. Так вот, наша комната в Пнампне под номером Е выглядит вот так. Это даже не комната, а двухкомнатные апартаменты. Есть Place for Work. К счастью, не пригодится, потому что выходные. Вешалочка, ванная. В общем, все, что нужно для жизни. И стоит это все, по-моему, 15 долларов за ночь. Не Гонконг, в общем, не Гонконг. А из нашего окна видно какое-то место, где можно пойти пожрать наконец-то. Утром выяснилось, что с балкона здесь раскрывается очень симпатичный вид на город, и мы отправились гулять. Днем Камбоджа, точнее ее столица, напоминает такую себе помесь Индии, очень лайтовой Индии, и Таиланда. Но пока что мне нравится. А это Королевский дворец, и это не просто музей, а действующий Королевский дворец. Мы туда идем. Нет, во дворец мы не пойдем, потому что мы до двух часов перерыв. Вместо этого погуляем по центру и постараемся выжить под местным июньским солнышком. А центр, между прочим, очень симпатичный. Здесь парки, высотки, и большинство этих высоток строят китайцы. Вообще китайская экспансия в Камбодже немножко пугает, потому что все крупные стройки – это китайские стройки. Очень много надписей только на китайском, кафе только для китайцев, отели только для китайцев. Есть впечатление, что китайцы просто покупают Камбоджу. Это знаменитая хмерская буда – амок. Суп на косом молоке с ананасами и курицей, свининой, рыбой на выбор. Штука очень вкусная, а еще неприлично острая, простопресная вьетнамской кухни, но прям огонь. Название города Пномпень переводится как холм тетушки Пень. По легенде, эта самая тетушка сидела на берегу реки и увидела плывущее по ней бревно. Нет, не из села Кукуева, а из страны Лао, а внутри бревна были четыре статуэтки Будды. Она взяла ики статуэтки, построила для них храм на холме, и вокруг храма строением вырос город. Город на холме, построенном матушкой Пень, Пномпень. А это марафон, просто марафон на улицах Пномпенья. А пока вы любуетесь видами королевского дворца, я хочу немножко рассказать об истории Камбоджи, тем более, что она очень интересная. Где-то тысячу лет назад здесь была большая и очень сильная Кхмерская империя, а потом пришли тайцы-сиамцы, разрушили империю, но королевство Камбоджи осталось. Здесь был король, и он правил ровно до французского Индокитая. Потом Камбоджу колонизировали французы, потом была Вторая мировая, потом была японская оккупация. После японской оккупации страна получила независимость, но в 60-х годах к власти пришли коммунисты по главе с товарищем Полпотом, и в Камбодже случился, пожалуй, самый страшный геноцид за всю новейшую историю. Полпотовцы, красные Кхмеры, уничтожили очень-очень-очень-очень много людей, но, к счастью, их правление длилось всего два с копейками года, и сейчас Камбоджа снова королевство и потихоньку встает на ноги. А во дворце реально живет король со своей семьей. На территории дворцового комплекса есть небольшой этномузей, и в нем можно посмотреть много разных вещей, в том числе и как выглядело традиционное Кхмерское жилище. Гуляя по самым обычным юридским впечатлением, можно найти очень клевые места. Я не ожидал увидеть здесь такие творческие переулочки, а вот. И на этом красота не заканчивается. Это масштаб- Nomburевство и Рee проект. WASПОК. МЗ-С Lewинке вафосил leur служебzu. Продолжение следует... По итогам Петампель мне очень понравился. Это современный, активно развивающийся город. И мне очень интересно посмотреть, чем он станет лет через 10. Но пора двигаться дальше. А на этом на сегодня все. Как-нибудь все на видео. А это мой старый друг встретил вас. Я думаю, что вы все любите. Смекомол, что вы знаете, так что вы больше комфортно и хороших развивающихся. Спасибо. Спасибо.